С Вами объект. Это Сатурн, который, в общем-то, во многом похож на Юпитер, но немножечко поменьше. Солнечный поток существенно меньше. Это единственная планета Солнечной системы, у которой плотность меньше единицы, то есть меньше плотности воды. Ну и, конечно, больше всего Сатурн известен своими кольцами, который, опять же, открыл в своем время галерей, но посчитал их спутниками. Он увидел Сатурн впервые в таком ракурсе, и вот эти два пятна вокруг посчитал двумя большими спутниками. То есть сами кольца его телескоп не разрешил. А когда через какое-то время кольца легли в плоскость наблюдения, он их вообще не увидел и сказал, что кольца исчезли, то есть спутник исчезли. Загадочный объект был, да? Очень удивился, да. Но потом, конечно, уже в XVIII веке они наблюдали прекрасно, и только Максвелл, тот самый, который написал обвинение Максвелла, догадался, что кольца могут быть твердотельным объектом. Потому что, ну, просто взял и посчитал концентрабельное напряжение, которое возникает, если бы это было твердое тело. И понятно, что ни один, так сказать, материал таких напряжений не выдержит. И тогда возникла идея о том, что это конгломерат частиц. Значит, частицы, это, как легко догадаться, тоже ледяные, то есть это, в общем-то, снег. Динамика планетных колец — это исключительно красивая и интересная наука. Мы с вами ещё чуть позже столкнёмся с кольцами Урана и Нептона. Они связаны с резонансами. А вот кольца Сатурна и частичные Юпитера, я не стал о них говорить, но у Юпитера тоже есть достаточно сладенькие кольца. Это такая динамичная система, которая постоянно перерабатывает этот ледяной материал. Но если говорить о самой планете, о её атмосфере, то здесь метеорология менее выражена, чем на Юпитере. То есть Сатурн менее турбулентный, менее контрастный. Хотя все те же самые динамичные тут тоже видим, но разве за исключением большого красного цвета? Тоже система зоны поясов, тоже овалов. В ВК диапазоне эти зоны пояса очень хорошо видны. Есть дифференциальное вращение, есть, соответственно, турбулентность, но она, конечно, не так ярко выражена, как на Юпитере. И вот эти многочисленные тёмные или, наоборот, светлые пятнышки, которые обозначают конвективную облачность. Это такие конвективные штормы. Бывают такие вот иногда занятные явления, как вот эта резонансная тракторальная структура, это такой атмосферный двигатель. Вот это полюс, на котором тоже присутствует локальная шторма, локальная структура. Противоположный полюс, ну и, конечно, знаменитый этот гексагон, шестиугольный полярный вихрь Сатурна, который представляет, наверное, одно из самых красивых и зрелищных явлений в динамике планетных атмосфер. Ну, то есть его же природа, она же понятна же, да? То есть это как бы сложение вот этих вихрей получается, да? Ну, что сложение вихрей, то есть вот... Колебания получается, да? Ну, как на Венере, то есть вот за счёт вращения, там вот двойные, тройные... Значит, принцип тот, что, когда у вас вращение, да, у вас граничные условия замкнуты. И на окружности может помещаться, если мы какую-то волну возбуждаем, на окружности, чтобы волна была газоняйся, должно помещаться целое количество... Поэтому они будут действительно либо двойная, либо тройная, либо шестерная, как в случае Сатурна структура. Вот. Но вот такие прям красивые, ровные многоугольники, чтобы они ещё были устойчивы, это, в общем, достаточно редкое приведение. То есть, про Сатурна, я не знаю, или Питера, в любом случае, это они. Значит, лаборатории такие вещи действительно получают, моделируют. Но вот природа, что это за волна конкретно, это не очень очевидно. И какая именно неустойчивость приводит к тому, что вот в данном случае именно шесть. Вот. Лимбон, а не пять, не четыре. Это не очень правильно. Значит, обычно такие задачи решаются таким образом. Значит, вычисляют ключевое колебание, вокруг которого строится вот эта волна, и смотрят инкременты. Значит, пока она растёт к инкрементной устойчивости. Ну, и считается, что там между модами конкуренции и то долганное число, которое растёт быстрее всего, оно имеет шанс выйти. Вот. Но это всё в линейной фазе, а здесь же у нас фазы не линейные. Поэтому тут совершенно не факт, что будет именно то число, которое показывает нам вот эту конкуренцию. Поэтому, несмотря на то, что феномология очень хорошо наблюдается, в общем, я бы сказал, что тут очень далеко до завершения. Очень далека эта теория. И, в общем-то, я не знаю ни одной хорошей модели рефицированной циркуляции Сатурна. По Сатурну пока что знаю мало. И, видимо, его тяжело мотивировать, в отличие от Юпитера. Ну, вот здесь бы я, на самом деле, сосредоточился на действительно самом таком вот ярком, интересном объекте, как кольца Сатурна. Значит, ну, для начала вот феноменология. Значит, у них немножечко путанная лимонклатура этих колец. Смотрите, значит, А, Б, С, Д, а потом Е здесь, и Ф вообще вот здесь, в промежутке. То есть вообще полная какая-то каша. Почему так получилось? Ну, потому что они всё более совершенно техникой открывались всё дальше и дальше, и по мере, так сказать, открытия новых колец, соответственно, они называют. Значит, вот эта большая щель, вот, собственно, вот она называется, делением Кассини. И, соответственно, внешняя часть – это кольцо А, а внутренняя часть – это кольцо В. Тут всё просто. Значит, потом стали выделять вот это во внутренней области, вот это такое бледненькое кольцо С. Потом вот где-то здесь, я не знаю, какую из них, сочли кольцо Д. А уже потом, значит, открыли вот эту диффузную составляющую, очень такую протяжённую, назвали её кольцом Е. И, наконец, вот здесь есть такая тоненькая резонансная структура, которую называют кольцом Кольца. Ну, там ещё есть множество, так сказать, мелких мемкулатур, но вот основная она такая. Значит, обратите внимание на масштабы. Значит, вот это у нас радиус Сатурна. Вот, значит, край кольца Я – это почти на порядок большей величины. То есть это всё очень протяжённое время. Ну, и с самого начала, значит, был вопрос, а вообще что это такое? Откуда они взялись, эти кольца, как долго они живут? Это космогонический объект, реликтовый, ими они постоянно обновляются. Вот какова их история, какова их природа. Ну, такой уже устаревший, но очень интересный взгляд на динамику планетных колец изложен в книге Алексея Алексеевича Ридмана. Так называется «Динамика планетных колец». Как-то «Лебесная механика сплошной среды», по-моему, так называется, по заголовок. Очень интересная монография, хотя тяжело читаемая и, в общем-то, вне свободных ошибок. Значит, там какие центральные идеи? Ну, во-первых, как ни странно, планетные кольца – это динамически наиболее старые объекты во Вселенной. Если мы будем считать возраст объекта в оборотах, то за время жизни планеты кольцо делает оборотов на много порядков больше, чем, например, как галактика. А это определяет оборот, определяет жизнь? То есть, как же там имеется в виду три... Для динамической системы, естественно, у нас есть характерное время всегда какое-то. И когда мы строим там аналогикой, какие-то безразмерные параметры, пытаемся выделять, то, естественно, у нас мы должны нормироваться на какой-то характерный масштаб. Вот характерный масштаб времени для системы, которая находится в каком-то циклическом движении, естественно, это время обороты, естественно. И вот если мы нормируем на время обороты, то оказывается, что планетные кольца – это вообще самый динамически старый объект. И в этом смысле они очень интересны, потому что они успели эволюционировать дальше, чем любые другие вращающиеся структуры во Вселенной. Значит, какая основная физическая идея лежит в основе рассмотрения динамики этих колец? Посмотрим частицу. Где-то у нас здесь находится сатур. Вот у нас радиус орбиты r, ну и радиус частицы a. Значит, Кеплерово скорость. Будем считать, что все частицы двигаются со скоростями, близкими к своим орбитальным скоростям. Но если бы это было не так, то они бы падали, либо пытаются лететь. Если они стабильно и очень долго ходят по своим траекториям, значит, их скорости как-то близки к Кеплеру. Значит, Кеплерово скорость это на что такое? Это корень из массы Сатурна на гравитационную постоянную на радиус, правильно? Значит, еще раз проверяем. В квадрат поделить на r это mg на r квадрат. Значит, правильно, да? Эта частица, она может соударяться с соседними частицами, которые ходят по соседним орбитам. Значит, частица, которая соударяется с ней сверху, она имеет скорость. В штрих это mg на r плюс a, и в два штриха это mg на r минус 2. Ну и вообще, значит, сдвиг, то есть изменение по радиусу скорости, значит, у нас три будет скоро больше, тут поменьше, тут еще поменьше. Значит, вот эта дельтовая их относительная скорость этих двух частиц, это будет у нас что? Значит, мы должны, это а, а дальше мы возьмем, вот продефиненцируем эту штуку по радиусу. А подполам, вот, корень mg на r квадрат. Ну и дальше, значит, мы что должны сделать? Мы должны посмотреть, насколько прочный материал, из которого у нас состоят частицы, и какие относительные скорости при касательных соударениях этот материал будет выдерживать. Чем материал прочнее, тем частицы могут быть больше, потому что больше частицы, больше относительной скорости, и, соответственно, больше энергии суда. Ну вот, если мы берем там лед, то это могут быть метровые, даже десятиметровые частицы. Ну а на самом деле это не лед, это достаточно рыхлый снег, и получается так, что вот максимальные размеры в этих частицах это вообще 2 сантиметра. И по радарным изображениям это подтверждается. По России дни радиоволн подтверждается, что, в общем-то, характерный размер это скорее сантиметры, чем 1,5 метра. То есть это достаточно мелкодисперсный материал. Ну, можно решить задачу еще более, так сказать, продвинутую и попытаться там определить распределение по размерам. И вот распределение, опять же, тогда мы будем считать, как в книге сделано, вот у нас есть одна частица, вторая частица, они усударяются, сносят какую-то общую, значит, вот область, которая у них пересекается, она должна подвергаться полному разрушению, вот этот сегмент и вот этот сегмент физически. Вот, значит, считается, какая энергия потребуется на переработку, на полное разрушение такого объема материала, вот, ну, и дальше считается равновесное распределение такое, что в процессе дробления оно будет сохраняться равновесное. Оказывается, что распределение по радиусу это примерно r-6. Это так называемое салфитеровское распределение, которое было впервые обнаружено экспериментально на примере астероидов, и потом было доказано, что практически все, что есть во Вселенной, ну, за исключением, естественно, там, далось, например, галактик, так сказать, вот весь компактный, все компактные объекты, они, так или иначе, распределены вот с очень близким распределением по размерам. То есть это такое универсальное достаточно скейлинг, который не зависит от конкретного механизма длинного действия частицы. Значит, есть очень интересный эффект. Мы немножечко уже с вами сталкивались с ним. Вот я вот эту картинку вам покажу. Пастухи? Да, это пастухи. Значит, ну вот... нам Гудкова говорила, там, за счет сохранения момента, одни частицы тормозятся и дальше отходят, а другие ускоряются и ближе подходят по этому. Такие тропки, получается. Да, совершенно верно. Значит, вот очень красивый картинка, который иллюстрирует, как спутник, помещенный в тушь кольца, приводит к расталкиванию материала. Значит, это вот эффект так называемого гравитационного отталкивания, который существует в ограниченной задаче трех тела. Значит, ограниченная задача трех тела – это когда у нас есть неподвижная масса и две какие-то пробные массы. Значит, мы решаем задачу, на самом деле, только для этих. Это у нас неподвижная. Значит, смысл, опять же, качественный, в том, что, если у нас есть относительно массивная частица, которая своей обиде не поменяет, и маломассивные объекты на больших и на меньших радиусах, опять же, в силу того, что у нас кеплеровая скорость зависит от расстояния, вот эта пробная масса будет подтягивать к себе, то есть ускорять частицу, которая… точнее, тормозить частицу, которая находится на более низкоорбитальном траектории. У нее кеплеровая скорость будет больше, поэтому мы ее будем тормозить. А затормозив ее, мы будем вынуждены уменьшить ее и потенциальную энергию. Тоже в силу теорема материала, потому что у нас в физической системе кинетическая энергия должна равняться потенциально. Вот. Поэтому эта частица будет отклоняться в среднем от своей начальной траектории. Частица, которая находилась на более высокой орбите, мы ее, наоборот, будем ускорять, потому что у пробной нашей массы скорость кеплеровая больше. При близких проходах она будет ускоряться, а ускорившись она будет переходить на более высокую орбиту. Таким образом, через какое-то время у нас здесь образуется щель вот такого вот примерно. Вот. Но поскольку этот эффект накапливаться будет не сразу, а за много оборотов, и при каждом таком проходе у нас на самом деле частица приобретает некий экстренситет, то есть у орбиты будет не чисто круговой, будет возникать такая волнообразная структура. Система Волн – это как раз эти траектории, которые накладываются за несколько проходов орбиты. Ну и бывают такие совсем уже экзотические системы, как кольцо Ф, которое с двух сторон зажато между пастухами. Ну и здесь вы тоже видите, что по самому кольцу тоже бежит волна, то есть это значит, что орбиты частиц этого кольца, они обладаются экстренситетом, и этот экстренситет двигается по фазе. Но, как бы, вот это, в общем, понимание, оно возникло достаточно давно, и все-таки люди верили, и вот в применах монографии написано, что кольца Сатурна – это космогонические объекты, они существуют вот столько, сколько существует в Сатурне. Это, как бы, остатки от агрессионного диска, из которого образовалась пламинка. Вот. Такая точка зрения долго критиковалась, потому что, но все-таки масса там находится очень небольшая, и довольно странно, почему ее там не разметало в период с интенсивной метеоритной бомбардировкой, и каким образом она вообще отсталживает. Вот. И высказывали с альтернативной точки зрения о том, что кольца постоянно подписываются материалом. И я помню, как вот наш коллега из Колорадо, который много раз прыгал здесь в реке, в лаве Эспозита просто прыгал от радости, когда с помощью аппарата «Колелео» обнаружили очень маленькие спутники внутри системы колец. Вот здесь с большой экспозицией картинка взята, поэтому от этих спутников остались вот такие вот черточки. На самом деле, это компактный объект. Сейчас, в общем-то, считается доказанным, что материал колец постоянно обновляется за счет разрушения спутников. Вот как раз ровно за счет вот такого механизма, когда у нас сталкиваются два тела, сносятся вот эти сегменты их пересечения, и вот этот вот материал, он уходит дальше, перерабатывается в материал колец. И это необратительный процесс. Рано или поздно вот эти мелкие спутники будут зарасходованы, и тогда... То есть, получается, спутники это глыбы льда большие, снежные? Это глыбы льда, да. Все спутники планет-гигантов, это, в общем-то, уже трудно привыкнуть к этому, они содержат значительное количество льдов в своем составе, и чем мягче они, тем больше вероятны, что они будут зарекомпульсироваться в составе. Почему такое распределение получается? То есть, и по атмосфере, то есть, получается, у нас планеты-гиганты, там в основном водород, а на спутниках, получается, атмосфера близкая к нашим атмосферам. Значит, причина такая. Ну, я думаю, что нам останется у нас с вами... Я постараюсь выделить лекцию, которая посвящена косметоническим гипотезам различных происхожденных систем. Значит, идея такая, что вот первоначально, вот этот первоначальный диск, то есть, вот здесь у нас протосолнце, здесь такой достаточно толстый диск, вот, и в нем, значит, газ, пыль, и эта пыль начинает конденсироваться, и как бы... И вот есть некая зона, где конденсируется только, например, силикат или амметалл. А вода конденсируется во внешнем зоне. А здесь, допустим, силикат. Всё. Вот. И вот эта граница, она проходит примерно как раз по границе зоны планеты. Ну, по поясу стороны, так сказать. В более внутренних областях, просто вот на этом этапе жизни протосолнечной туманности, вода не могла сканденсироваться, там было слишком теплее. И те планеты зимали, то есть, вот эти, там, примерно километрового размера агломераты, которые потом сталкивались, образовали протопланеты. Здесь они в основном были силикатны, здесь они в основном были леденны. Это не исключает дальнейшей миграции. А часть из них вообще вышвыривается на далёком периферии. Но, тем не менее, вот фундаментальной причиной является именно то, что во внутренних областях Солнечной системы лёд просто не помещен. А вот откуда берётся уже водород, и почему такое гигантское количество водорода оседает именно на внешних, на периферийных протопланетах, а на внутренних водородах не оседает. Ну, считается, что раздувается там солнечным ветром молодого Солнца, ещё чего-то. Но, мне кажется, убедительного понимания этого вопроса, наверное, не вопрос. Пока понятно, что там действительно гораздо больше летучих в породе. У нас в составе пород летучих нет, они все, так сказать, в атмосфере. А вот водорода у нас тоже нет, потому что первично-водородная атмосфера она либо сдувается солнечным ветром, либо, ещё одно объяснение, она срывается вот этой интенсивной метеоритной бомбардировкой, потому что чем он ближе к Солнцу, тем, опять же, больше тепловой скорости, и тем более интенсивным вот этим метеоритным ветром. Первичная атмосфера Земли, она тоже была восстановлена. Это была водородная, водородный металл. Просто, если я правильно помню, там, когда была презентация про спутники, у них атмосферы-то были довольно такими кислыми, там вроде кислород. Значит, вот мы только что с вами рассматривали галереи в спутнике, и у них атмосфера-это кислород. Да. Но это вовсе не те атмосферы, которые сохранились, там, первичные. Не те первичные атмосферы, которые сохранились в момент рождения Земли. Это просто результат диссоциации воды, которая прёт из недр. Это кислород, который рождается вот здесь, тут же, на месте. А атмосфера планет-гигантов — это водородная кислорода, конечно, какой-то. То есть весь кислород, который там есть, он элементарно съедается. Ну, на самом деле, вот на этом я бы вас сегодня, наверное, отпустил. А в следующий раз я хочу поговорить про… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова